Хайям, что за место, где мы? Это называется Мало Скандинавия, большой шоп-центр или торговый центр. Вот приходишь, если что-то надо, отсюда. Можешь купить. Я знаю, что ты не очень любишь Стокгольм, центр. Общение люблю. Почему? Я люблю маленькие города и без шума, без гамма. И спокойно, чтобы ходить, спокойно, низким местом. Понял, Хайям? Так, меньше. Понял, всех интересует вопрос жилья. Я знаю, что даже у тебя есть опыт приобретения кооперативной квартиры в Стокгольме в Шисти, да? Это в Гурнашплан. Гурнашплан. А скажи, как вообще все это делается? Это вообще-то есть у тебя видное жительство в Швеции. Имеешь право стоять в очереди. Очередь раньше была легче получить. Сейчас, наверное, где я живу, наверное, придется стоять 10-15 лет в очереди. Но учитывается человеку, который приехавший, не знающий язык, им легче дается получить. Но не обязательно в таких местах. То есть в хуже местах, так называемых хуже местах, можно получить в течение года, два, три. Я понял. Вот ту квартиру, которую ты получал, сколько в ней комнат? Двухкомнатная квартира с туалетом. То есть туалет и один, называется, да? Бардакстрон. То есть Бардакстрон, по-русски уже. Ну, где стирать, да, там? Нет, нет. Комната, где сидишь, да? Под днем. А, я понял. Понял. А скажи, пожалуйста, Хаям, а сколько по времени? Одинспадный, одинспадный. Сколько ты ждал эту квартиру? Я ждал... Вообще-то я был в очереди 11 лет, мне достался. Эта квартира. Сколько платил каждый месяц за нее? Не каждый год стоишь в очереди, плачешь за очереди 200 крон. 200 крон? Да. То есть, получается, эта квартира муниципальная, и ты как... Муниципальная, то она весь жизнь дается тебе. Это твое, то ты платишь только каждый месяц. И коммунальные платежи меньше, чем если бы она была в собственности, да? Да, в собственности... Не, такие же. То же самое? То же самое, только ты платишь... Когда твое, не платишь, так называемое, за квартиру. Гира называется здесь. То есть, не платишь 5 тысяч, а ты платишь за свой... То, что ты одолжал из банка. Ну, коммунальные платежи. Коммунальные платежи, да. Меньше платишь, главное. Если ты купишь, меньше платишь. А если не купишь, ты вот так снимаешь, вот как я. Чуть больше платишь. Ага, я понял. Ну, я же купил... Его взял уже давно, когда была вообще низкая цена. Ниже была. У меня осталось низкой цены. То есть, я... Платим около 600 долларов. В месяц. Такого сейчас не найдешь. Я понял. А можно вот эту квартиру, например, сдать в аренду и зарабатывать? Обычно вообще-то проблема. Проблема. Можно официально сдавать, пойти и сказать, что я на год уезжаю. Эта квартира мне не будет нужна? Год. Тогда можешь. А под... Вот так ты по-левому... Просто проблема. Я не люблю. Не могу просто. Я понял. Все время теряешь. И давай рассчитывайся перед этим, почему, зачем. Не интересно. А есть люди, которые делают. Так делают? Делают, да. Такая квартира может наш за 12 тысяч сдавать запросто. Которую я плачу около 6. Ты двойной можешь получить. То есть, ты платишь за нее 600 крон... А, 6 тысяч крон, да? 6 тысяч крон, скажем. В месяц. А можно его сдавать, конечно, за 12 до 15. Потому что она недалеко от центра? Да, недалеко. Я понял. А сложно вообще встать на учет, ну, в эту очередь? Каждому положено. Вообще, платишь, стоишь. Не главное, где ты ждешь в Швеции. Плачешь 200 крон, записываешься. Тебя автоматически учитываю. Да, итак, друзья, 200 крон в год. Встаете на учет, ждете. Вот Хаям ждал 11 лет, может быть, даже меньше. И получаете кооперативную квартиру с очень низкой ценой. Это как коммунальная квартира. И дальше уже... Ниже цена, не низкая. Даже ниже, да, выходит? Низкая. Нормальная цена. То есть, не рыночная. То есть, получаете не по рыночной цене. Это вопрос, как решается здесь с жильем. Других вариантов как бы нет, да? Есть. Самому купить или обращаться с частным, который сдают. А если снимать, сколько получится в Стокгольме? Вообще-то есть такие, если очень хочется, вот найдешь даже такие, которые намного легче найдешь. Ну, а средняя цена сколько за аренду? За аренду? Ну, правда скажу, если я скажу сколько, я ошибаться буду, поскольку не знаю. Я понял. Я думаю, 10 тысяч. Надо рассчитываться на тысячу евро. То есть, тысяча евро где-то будет стоить квартира, но это не центр, да? Это где-то... Не обязательно центр даже. В центре может быть даже дороже намного. Я понял. Спасибо большое. Понял. Спасибо, Хаям. Интересная, важная, ценная информация. Спасибо пожалуйста.